В эпоху малокубатурных турбомоторчиков осталось совсем немного марок, которые сохранили верность большим атмосферным движкам. Среди них Lexus, который выпустил машину со сложным названием IS500F Sport Performance. Притом индекс 500, что называется, говорящий. Под капотом суперседана упрятан 5-литровый атмосферный V8. Вот только чтобы внедрить такой агрегат, на исходную модель пришлось поставить другой капот. В остальном АЭС подвергся довольно скромным правкам. В релизе отмечены другие бамперы, расширенные крылья, черный декор да облегченные колеса на 19 дюймов. В плане техники заявленный механический самоблок, адаптивные амортизаторы и усиленные тормоза. Плюс сзади установлен дополнительный демпфер, который гасит нежелательные колебания кузова. Тем, кому приятно булькание классической восьмерки, следует поторопиться. По слухам, это последний Лексус, примеривший такой мотор. Правда, к нам бодрая пятисотка не приедет. Весь тираж отправится по ту сторону океана. Ушедший 20-й оказался сложным годом для мирового автопрома. Однако, та же марка Лексус осталась крайне довольна своими результатами. Клиентам было отгружено больше 700 тысяч новых машин. В глобальном плане главными хитами оказались кроссовер RX и седан ES. Тогда, как европейцам больше всего приглянулся городской NX. Что касается России, то наши соотечественники приобрели больше 20 тысяч Лексусов. Притом, половина этого тиража пришлась на упомянутый RX. И еще, в нашей стране японский бренд бросил вызов дорогим немцам, надежно захватив третью строчку среди премиальных марок. Возможно, разгадка такой популярности – высокой перепродажной стоимости японцев. Напомним, в России эксперты агентства «Автостад» ежегодно оценивают 1700 модификаций автомобилей, чтобы составить рейтинг остаточных цен. Базовой выступают рублевые цены новых машин по данным на 2017 год, а также цены их перепродажи через три года. На основании этих данных готовятся так называемые индексы остаточной стоимости. Среди премиальных внедорожников верхнюю строчку рейтинга удерживает флагман Lexus LX. В свою очередь, Lexus RX получил серебро среди премиальных среднеразмерных машин, а в классе паркетников размером поменьше третье место заслужила модель NX.